Этот уже ставший традиционным фестиваль проходит в Анапе четвертый год. Организаторами праздника выступают Управление по делам молодежи и Центр патриотического воспитания Ратмир. Основная цель – знакомство с национальной культурой и традициями проживающих на территории города народов. Наглядно могут представители молодежи познакомиться с представителями наших национальных культур, которые проживают у нас на территории нашего города и в принципе в России. Потому что на сегодняшний день школьники очень многие не знают о том, что допустим есть такие национальности, как греческая культура, допустим армянская культура. Они здесь могут наглядно с ними познакомиться в такой яркой творческой форме. Не просто посидеть и послушать, а вот такими вот фестивалями, так скажем. Он ежегодно собирает очень огромное количество молодежи, это около 500 человек приходят к нам в зал. В числе почетных гостей – представители городской администрации, казачества, а также национальных диаспор – армянской, греческой, татарской. Школьники могли напрямую задать им вопросы и получить исчерпывающие ответы. Молодежь – это наше будущее. И сегодня, глядя на этот концерт, смотришь, что разных национальностей дети танцуют вместе, и они общаются вместе, и это делает наш край, нашу Россию более сплоченной, что сейчас немало важно в наше время. Но, пожалуй, самым ярким событием стал праздничный концерт, в котором переплелись казачьи песни и изысканные греческие танцы, а самобытность грузинских обрядов гармонично дополняла армянские народные композиции. Яркие костюмы, непередаваемая динамика и экспрессия заставляли зрителей аплодировать артистам. В завершении фестиваля всем коллективам и вокалистам были вручены дипломы участников. Ансамбли «Казачья воля», «Ритмы гор», «Горгипия», «Ахпюр», а также солистки ансамбля «Соловейка» Кристина Снежко и Анастасия Бруханова получили заслуженные награды. Руслан Душевский, Анапа. Регион.